Сегодняшняя тема Споры возникли вокруг подбора компании, которая будет проводить отдых и оздоровление детей и молодежи в 2012 году, объявленного Комитетом по образованию 10 апреля. Прием заявок по 12 лотам проводился до 27 числа того же месяца, а уже 3 мая чиновники объявили победителей. По нескольким лотам сразу возникли споры. Из четвертых компаний «Северные берега», «Лира», «Черномор Тур» и ставшей победителем «Земля Тур», участвовавших в процедуре, выступить против результатов процедуры и того, каким образом она была проведена, решили только две из них. Однако стало известно, что недоумевают во всех фирмах, кроме одержавшей победу. Открыто выступить решили «Северные берега» и «Лира». За подписью генерального директора компании «Северные берега» Дмитрия Семенова уже направлены жалобы вице-губернатору Петербурга Василию Кичоджи и в управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу и Ленобласти. В данном случае речь идет о сумме свыше 55 миллионов рублей, и должен быть объявлен конкурс. Но Комитет по образованию вместо конкурса проводил какой-то подбор организации отдыха, а формулировка «подбор» в законодательстве России отсутствует, недоумевают в компании. Кроме того, в заявлении в Уфас глава турфирмы указывает на то, что нарушены сроки проведения конкурса. Так, протокол заседания конкурсной комиссии, прошедшего еще 2 мая, не предоставлен участникам до сих пор. Не вывешен протокол и на сайте Комитета по образованию. В «Северных берегах» также уверены, что Комитет нарушил пункты своей же конкурсной документации. Так, в заявлении в Управлении Федеральной антимонопольной службы и на имя вице-губернатора Петербурга глава фирмы Дмитрий Семенов указывает на то, что в пункте 4,3 документации о проведении подбора одним из главных критериев является качество предоставленных услуг. Однако, по мнению заявителя, удобство в лагерях компании-победителя уровнем ниже, чем те, что были предложены другими конкурсантами. Остальные участники подбора также несколько обескуражены его результатами. «Мы уже подали жалобу в Уфас по Петербургу и Ленинградской области через интернет», — заявили в «Лире». В «Черноморце» на контакт шли охотно, однако, услышав просьбу прокомментировать ситуацию, несколько замялись. Итогом разговора стала обтекаемая фраза «Мы не будем подавать жалобы по своим причинам». В Комитете по образованию недоумевают в свою очередь. Как сообщили в ведомстве, процедура подбора предусмотрена статьей 36 Социального кодекса города, порядок и условия предоставления мер социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Петербурге. При этом заключение государственного контракта по ее результатам не предусмотрено. Подбор организации отдыха и оздоровления не проводится в соответствии с федеральным законом от 21,07-2005 номер 94 ФЗ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, добавили в Комитете по образованию. Что касается итогов процедуры, то повторное объявление предполагается из-за того, что на часть лотов не было подано ни одной заявки. Кроме того, в Комитете заявляют, что опубликование протокола заседания конкурсной комиссии, согласно нормативным актам, не предполагается. А информация об итогах подбора и так была размещена. Мария Цыганкова Ставь лайк и подписывайся